Девушки отдыхают Заманивал ребят в ловушку и что-то с ними делал. Но что? Этот вопрос задавал себе, пожалуй, каждый житель района, но никто не знал ответа. При этом странным образом или преднамеренным стечением обстоятельств меня последнее время стали мучить кошмары. Я плохо спал и быстро выматывался. Ужасные сны, которые мне снились, вызывали неописуемый страх и словно обдавали меня кипятком. Я просыпался посреди ночи весь мокрый и трясущийся, как испуганный младенец. Но в ту ночь я проснулся явно не из-за кошмара. Кто-то разбил мое окно. Я вскочил с постели и как ошпаренный бросился к оконной раме. Но застать хулигана не удалось. Снаружи было пусто и лишь детский сад неподвижный, погруженный в ночную тьму, загадочно встретил меня пугающим молчанием. Этот сад примыкал прямо к нашему дому и давно уже был заброшенным учреждением. Но это меня сейчас волновало меньше всего. Я быстро перевел взгляд на часы. 3.45. А затем в темноте попытался разглядеть предмет, которым разбили стекло. И в какое-то мгновение я замер. Это был камень. Размером с баскетбольный мяч. Целый мяч. Я не сразу поверил своим глазам, а мозг словно отключился, отказываясь верить в то, что кто-то смог докинуть этот булыжник до шестого этажа. Но факты были налицо. Произошло невозможное. И это невозможное сейчас творилось со мной в моем доме. Следующим вечером я, возвращаясь с работы, встретил соседку по этажу. Она стояла в продуктовом магазине и ждала, когда продавец упакует ее покупку. Я не стал смотреть на нее, но она, увидев меня, услужливо улыбнулась и слегка побледнела, будто что-то ее напугало. Добрый вечер. Она постаралась выглядеть уверенно. Вы, видимо, с работы. Приветствую. Я устало кивнул ей головой. Да, вы не ошиблись. Я решил не уделять ей особого внимания и тут же принялся разглядывать фрукты. Но она вновь подошла и попыталась со мной заговорить. Ваше окно. Она протянула паузу, будто сожалея. Я вчера не спала из-за зубной боли и услышала, как вам разбили окно. Вы кого-нибудь заметили? Я повернулся к ней и скорчил недовольную гримасу, пытаясь всем видом показать, что разговор с ней сейчас как нельзя не кстати. Нет, я никого не заметил. И даже если бы заметил, думаете, это что-нибудь бы изменило? Ну, я так полагаю. Я вчера кое-кого видела. Она нервно оглянулась по сторонам, словно боясь, что нас кто-то услышит. Что-то черное, скрюченное. Это оно бросило камень в ваше окно, а затем шмыгнуло за дерево. На секунду у меня пересохло в горле, и я не смог издать ни звука. Затем, немного собравшись силами, я взглянул ей прямо в глаза и переспросил. Что-то оно в среднем роде? То есть, по-вашему, это не живое существо? Я неуверенно хмыкнул. Я не знаю, что это, но это не человек. Мне страшно за вас. Она, последний раз взглянула на меня, и, осознав мое нежелание общаться, медленно повернулась и побрела к выходу из магазина, быстро захватив свои продукты по дороге. Я еще долго стоял в ступоре, смотря ей вслед, а затем, так ничего и не купив, побрел домой. Эту ночь я не спал, думая о сказанном соседкой. Можно ли было верить ее словам? Не могла ли она соврать? А если могла, то какой смысл? Какой смысл пытаться внести в эту историю мистические нотки? Вопросы, вопросы, одни вопросы. Они словно беспощадно разрывали мою голову, натягивая нервы, как гитарную струну. Я глубоко вздохнул и подошел к окну. Мастер уже успел заменить разбитое стекло, и сквозь него я начал разглядывать детский сад. Каким же зловещим он казался в этот миг. Из-за деревьев, растущих по периметру, он был погружен почти в непроглядную тьму. Кое-кде лунному свету все же удавалось пробиться сквозь густые ветви, и он слегка освещал кривые ржавые качели и гнилые столики. Внезапно я заметил какое-то движение. Кто-то прошел в саду мимо старой песочницы. Кто-то в черном одеянии с огромным горбом, скрюченный. От страха я резко отпрянул от окна, и даже слегка вскрикнул. Лоб покрылся холодным потом. Мне стало трудно дышать. Собрав волю в кулак, я вновь подошел к оконному проему. Кто-то копался там в темноте. Господи, в какой-то момент я осознал, что это существо рыло землю. Оно что-то закапывало, какие-то белые свертки. Мурашки побежали по моей коже, а меня словно кинули в ледяную ванну. Ноги онемели, руки обессиленно свисали вдоль тела. Я будто потерялся. Мое сознание погрузилось в плотный туман. Я отошел от окна и свалился на кровать. Что я только что видел? Свидетелем какого события я стал? Этой ночью я так и не смог замкнуть глаз. Более того, подойти к окну я больше так и не решился. Не хватило смелости. На следующий день я решил сходить в сад после работы. Уже вечерело, когда я возвращался вдоль безлюдной улицы домой. Солнце скрылось за горизонтом. И на город опустились первые сумерки. Я дошел до квартиры, но засиживаться не стал. А лишь быстро переодевшись пошел в заброшенный детский сад. Я хотел найти место, которое копало то существо. Понять, что оно там прятало. К моему счастью, калитка в саду оказалась ржавой. И свисала на бок, так что открыть ее не предоставляло труда. Я наконец оказался внутри, на старой заброшенной площадке. Кривые качели и гнилые столики также неподвижно стояли на своих местах. А дальше располагалась злополучная песочница, рядом с которой копалось существо. Запах здесь стоял ужасный. В какой-то миг я даже засомневался в правильности своего поступка. А еще через минуту я заметил кровавое пятно. Оно было еще свежее. И я готов был поспорить, что оставили его совсем недавно. Боже, как же это было ужасно. Мои колени дрожали. По спине катились капли пота. Казалось, я пробежал многокилометровый марафон. И не отдохнув, пришел сюда. Но отступать было нельзя. Я принялся копать рыхлую землю руками и ножом, которые я предусмотрительно взял из дома. Вскоре я обнаружил, что мои руки стали влажными. В полутьме я не сразу понял, в чем дело. Но потом осознание больно ударило в голову. Мои руки были по локоть в темной крови. Я закричал. И если бы я увидел себя со стороны, то подумал бы, что я сошел с ума. Это был дикий обесшумевший крик, похожий на тот, который издает человек, падающий из крыши, высокой многоэтажки. Крик отчаяния и осознания, что там, под землей, возможно, спрятаны трупы. В этой череде ударов я не сразу заметил, что уже давно стемнело. Где-то рядом послышался шорох. Кто-то шел сюда. Я потратил последние силы, чтобы быстро отползти в кусты. Страх овладевал мной, а сердце предательски барабанило в груди. В какой-то момент в темноте начали проглядываться очертания незнакомца. Да, теперь сомнений не было. Это было то самое существо. Оно имело плотное горбатое тело, из которого, словно палки, торчали длинные костлявые руки, обтянутые мертвенно-бледной кожей. На пальцах виднелись когти. На лице я заметил белые глаза с маленькими черными зрачками. Вместо носа у существа зияла дыра, а зубы были острыми, как лезвие. Внезапно я услышал тихий, дьявольский смех. Оно смеялось, о чем-то говорило само с собой. Господи, как же страшно было лицезреть эту картину. Я сидел неподвижно, почти не дышал. Мою грудь разрывало от давления, а глаза заливало потом. Но только сейчас я заметил белые свертки, которые существо несло под мышками. Через пару минут оно отложило белые комочки, и хотело было начать копать, но заметило, что до него к земле кто-то прикасался. Существо замерло на секунду, и улыбка сошла с его черных окровавленных губ. Оно стало медленно поворачивать головой, оглядывая каждый дюйм садика. В какой-то момент эти ужасные глаза остановились на кустах, в которых я сидел. Оно будто смотрело на меня, а затем оно снова улыбнулось. Выходи, не бойся! Оно засмеялось, и я схватился за грудь, боясь, что мое сердце мощными ударами вот-вот пробьет ребра. Голова закружилась от новой волны страха. Я чуть не потерял сознание. Выходи, выходи, выходи! Оно внезапно яростно стало кричать, и быстро двинулось ко мне. Жалкая попытка броситься к выходу не увенчалась успехом. Я мгновенно был настигнут дьявольской тварью. Существо подняло меня над землей и ударило об забор. Затем снова потянуло меня к себе, чтобы лучше меня рассмотреть. Это был тот самый момент, и я, воспользовавшись им, резко вытащил из кармана нож и воткнул ему в глаз. Послышался нечеловеческий крик и хриплое рычание. Существо отпустило меня и начало метаться по садику, держась за рану. Ярость переполняла его. Оно готово было меня разорвать, но адская боль не давала это сделать. Я стал ползти к выходу. Не знаю, каким чудом, но мне удалось добраться до калитки, подняться на ноги, упершись на нее и побрести вдоль дороги. Дальше меня заметили полицейские и, посадив машину, повезли в участок. Я, бессильный, сполз на сидение и попытался отдохнуть, но внезапно автомобиль взметнулся в воздух и с оглушительным крохотом ударился крышей об асфальт. Осколки разлетелись по кабине, кузов уродливо помялся. От удара я потерял сознание. Очнулся я спустя полчаса. Так, по крайней мере, мне показалось. Я все еще находился в кузове, но уже посреди леса, рядом с каким-то дубом. Недалеко горел огромный костер. Я медленно стал выползать из машины. Под телом уже почувствовалась прохладная земля. Когда я поднял голову, обнаружил на одной из веток повешенного полицейского. Его тело было изуродовано ужаснейшим образом. Я оглянулся на костер и ахнул. Чудовище смеялось и прыгало, вокруг костра. В руках у него было тело второго сотрудника полиции. И существо то и дело откусывало куски плоти. Ситуация казалась безвыходной. Оружия у меня не было. И быстро глядев в салон, я убедился, что там тоже ничего нет. Бежать я не мог, так как у меня была ранена нога. И тут мне в голову пришла идея. Я обыскал разбитую машину и нашел пакет. В бардачке я отыскал зажигалку. Затем тихо начал отливать бензин из бензобака в найденный кулек. Идея казалась вполне приемливой, учитывая в каком бреду я находился. Когда с этим было покончено, я стал уползать от места происшествия. Но, как и предполагал, чудовище тут же догнало меня. Оно схватило меня и потащило к костру. Я слышал его радостные крики. Слышал, как оно смеялось и пело дьявольские песни. Мне удалось ударить наполненным кульком по его уродливому лицу. Удалось облить его бензином. Оно лишь фыркнуло и оскалило зубы. Через пару секунд появился момент достать зажигалку. Но внезапно я с досадой обнаружил, что она выпала из кармана. И это был конец. Смерть неминуемо приближалась. Чудовище повалило меня рядом с костром и, не раздумывая, впилось зубами мне в плечо. Адская боль пронзила руку, разрастаясь по всему телу и причиняя мне страдания. Я закричал, попытался толкнуть чудовище, но все было тщетно. Тогда другой рукой я попытался достать из костра уголь. Я почти дотянулся. Мою ладонь обожгло пламя костра, но крича и превозмогая боль, практически теряя сознание, я резко схватил уголек и незамедлительно ударил монстра по лицу. Его бледная кожа вспыхнула, покрываясь волдырями. Существо завыло, и вой этот был насыщен самой черной свирепостью. Оно терзало собственными когтями свое лицо, срывало обугленную кожу, и в какой-то момент оно свалилось. Это уродливое тело лежало неподвижно, а голова потихоньку догорала. Оно было мертво. Я не мог ни радоваться, ни разговаривать. Тело зудело, а из плеча сочилась кровь. Я чувствовал, как теряю сознание, как в глазах медленно темнеет, и как я словно падаю в неизведанную глубину. Я умирал. Это привкус смерти, непередаваемый. Он чувствовался у меня во рту, буквально пронизывал все мое тело. Я взглянул на ночное небо и удивился великолепию и красоте звезд. Как раньше я не мог этого замечать? Как раньше я не любовался этим? Теперь я готов был смотреть на них вечно. Но было поздно. Я ощущал, как с каждой секундой стуки сердца угасают в груди. Я потихоньку закрыл глаза. Тьма и холод окутали меня.